Сегодня Миша стрижет нашу живую изгородь, берючину, которую мы радикальнейшим образом подстригли еще по весне. Какие страшилки от нее теперь остались, торчат. Вот до такого состояния мы ее привели. Ничего с ней не произошло, наросла очень высоко. Эта высота нам не нужна, поэтому мы, как обычно, проводим самую регулярную обычную стрижку. Формируем, как мы хотим. Сейчас все нарастает очень мощно, влаги много, дождей прошло огромное количество. И Миша продолжает свою работу, а мы не переживаем за то, что это будет сейчас очень сильно радикально выстрелено. Ровненько, красивенько. Работаем с настроением. Сегодня не жарко, дождей уже нет. Мы радуемся солнышку и красиво стрижем нашу плотненькую изгородь. Беру один уровень и попоюсь. Ну да, определили уровень и идем. На глаз. У Миши хороший глазомер. Ох, хорошо. Электрический, кстати, инструмент гораздо приятнее, чем аккумуляторный. Он мощнее, и мы рады, что у нас так есть и тот, и другой. Но мы как-то вот все-таки... Просто мощность лучше. Мне нравится все-таки работать с электрическим инструментом. Супер. Мощно. И быстро, и ровненько. Видите, она зеленая. Вот наросла, видите, вот это то, что было срезано очень радикально. И было вот страшно, ужасно выглядело по весне. И безобразно рваные такие листья, и белочки, и пусты. А сейчас это все ровненько, зелененько, вот таким ковриком. И то, что мы состригли, ничего вообще ни на что не влияет. Вот такая зелененькая, красивая беричинка стоит. Вот такой вот у нас лесок, видите, прирост какой. Вот, смотрите, вот такая вот влага наша, дождливая, дала вот такой прирост. А теперь мы ее просто... Влага дождливая. Дождливая влага, да. Ну, а как пыль, она отлично с дороги задерживает беричину. Сажайте, конечно, очень классный кустарник. Хорошо удерживает пыль, шум. Быстро нарастает. Быстро нарастает. Неприхотливая. Ну, вообще, полива не требует. Если она прижилась, то она уже никуда не денется. Это беричина. Сегодня суббота, 8 утра, мы решили с 8 начать. Потому что люди еще спят, может быть, чтобы не мешать им с 7. Вот, но стрижем еще, сейчас уже опять жарко становится, видите. Поэтому мы ускоряемся по утру. Первая половина, наверное, стрижки выполнена беричинным. Вот у нас в таком состоянии на сейчас метров 30 я прошел с одной стороны. Вот это в прошлом году у нас беричина была коротко подстрижена. Вот смотрите, какие приросты приходится состригать. С такой, вот, с такими дождями сильными. И вот она, вот в таком виде у нас и идет. Остался еще один угол, еще порядка 30 метров с двух сторон. Вот это нам еще предстоит сейчас все состричь. Показываю вам, как она выглядит до того, как. Ну и потом, по факту, результат вы увидите. Много, конечно, вот времени уходит на это. Вот сейчас 9.40 у нас, суббота. Начали, начал я 8. Ну вот, получается, часа 3 точно уйдет на стрижку беричины в этом году. Но это самая такая сложная стрижка. Дальше она так прирастать не будет. Но все равно придется еще раз потратить еще раз 3 часа на вот приведение в порядок живой изгороди. Ну, много, что поделаешь. Красота требует жертв, как говорится. Вот такой вариант у нас забора получается. Двойной забор. Первый это беричина, защищающая от пыли. И второе, защищающая от глаз и такой вот, скажем так, арома, некоторый добавляющий эффект нашего сада, это живая изгородь туи-брабант. Вот она у нас растет с 2013 года, вот с таких вот саженцев. И вот до таких размеров, вы представляете, она выросла. Сажаете туи-брабант, кто желает. Это такой вот интересный живой забор, дышащий и ароматизирующий участок. Продолжаем стрижку. Друзья, ну вот закончилась стричь живой изгородь из беричины. Обошлось не без происшествий, попал рукой на зуб один раз острый. Ну вот смотрите, не надо держать, конечно, такой широкой ее. Это очень сложно потом в обслуживании. Надо на вытянутых руках приходится работать. Но вот на всю эту работу у меня ушло 4 часа. У нас вот порядка, получается, 60, может больше погонных метров беричины. Сейчас она пахнет. В целом, как бы, хорошее растение. Она удерживает вот и пыль, и грязь. Сойка прилетела. Сойка у нас здесь время живет. Вот почему вот так вот некоторые провалы? Здесь березы росли, поэтому еще пока не до конца она выровнялась в одну плоскость. Ну, скоро все будет ровненько. Ну, так, друзья, все это дело получается. Не все быстро, но что поделать. Сейчас она нарастет, там, где веточки огловились. Инструмент, конечно, нужно иметь острый, удобный. И бывают такие высоторезы еще я сейчас использовал, которые для туйки, чтобы доставать далеко. Потому что полотно, когда коротко, 60 сантиметров, даже с вытянутыми руками, тяжело очень достать плоскость. Приходится как бы работать с двух сторон или брать высоторез. С высоторезом тоже удобно, с одной стороны, с другой стороны он тяжелый и рычаг большой. Поэтому приходится как-то... Ну, вот такая небольшая, друзья, история про нашу бюричину. Всем пока. Сажайте у себя красоту. Мы за красоту у всех. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...